так друзья всем здрасте значит появился я на своем канале у меня больше недели не было времени не хватало на все сараем особенно не занимался бойню залили и на том все то есть занимался совсем другими делами то опоросы то забои то 5 это 10 это просто бытовые так сказать нюанса значит у нас по нашим конторкам все нормально на стартовый корм они перешли очень хорошо без всяких там приставок то есть все нормально льды у них я очень рад что плавненько плавненько и перешли они все хорошо корм сейчас подсыпаю им чаще грубо говоря постоянно есть воду опустил сами уже пьют то есть пол самим поросятам именно по этим вопроса вообще нету по сараю по сараю мы залили после той аллеи в центре закончили заливку самой бойни навеса для бойни и на том все грубо говоря остановилось сейчас начинаем приступать к засыпки песка клеток боковых и заливки самих клеток тоже завтра я планирую ехать по газоблок на перегородку нашел газоблок куб 1100 гривен в харькове вот аллея залита все высохло все нормально сейчас песочком подымем завтра начнем подымать песком эти стороны также я завтра еду по газобетон по газоблок десятку перегородочный прогнать тут перегородку полностью также еду покупать металл ну потом когда куплю привезу сам металл покажу вам сам металл какой я куплю там советские трубы ну нанесущие на клетки там 90 сотый диаметр и чуть меньше второстепенные также там арматура ну все такое то есть весь металл который мне необходим на на сам сарай также мне говорили неправильно заливаешь центральную аллею ну друзья вы думаете я сам не понимаю где за и где как заливать и где как делать это центральная аллея возить вон ту желтую тачку и ходить мне тут пешком мне и самому боре до борька не мне тут не надо делать со щебнем двойное армирование и так дальше и тому подобное поэтому я тут дело так как посчитал нужным себе бойню чуть по-другому залили а сами клетки вообще по третьему зальем и вот мешок клетки заливать нужно поставить напротив каждой закладной на расстоянии двух метров у меня за кладушкой это тут перегородка клетки то есть тут будет к примеру сотая труба сначала ее заборим зальем потом между между этими трубами это получается клетка и будем производить заливку клеток только потом поставим несущие трубы разварим эти несущие трубы со стенами а потом начнем заливать ну и пошла поехала дальше по накатам зальем клетки поварим сами клетки также хочу пробить колонку сразу скважину пробью и и туда-сюда я думаю процесс недолго остался поэтому как бы перестала сильно спешить заняться совсем другими делами сейчас приступаю опять к сараю буду там снимать какие-то видео показывать что и как я делаю это я завтра привезу металл газоблок на перегородку и также вопрос я решил по пластиковым дверям сюда пластиковые двери на вход ну то есть грубо говоря в предбаннике пластиковые двери пластиковую дверь я нашел тоже сюда в эту комнату в кладовку полностью стеклянная будет а тут половина стекло половина пластик ну и пластика она не так будет занимать если тут аммиак сырости и так дальше то есть а так ну и надо мне пенопласт до заказать не хватает на утепление самой кровли и купить usb вода и отопление я думаю последнюю очередь также я ну надо показать вам как-то уже приобретаю светильники на освещение то есть на общий свет над каждой клеткой там у меня будет свет и в тоже приобретаю уже давно по чуть-чуть тарюсь на освещение освещение будем делать сами воду будем делать сами по утоплению единственно если определюсь что будет сметала полностью регистры и котел то есть там уже попрошу своего знакомого сварщика потому что я по сварке нормально но трубу могу не заварить так чтобы она не текла поэтому на утопление придется нанимать специалиста и новостей но буду показывать уже в следующих видосах все новости которые произошли сейчас просто попробую выложить видео потому что у меня последнее видео не идут на ю тубе я выкладывал забой двойной оно не пошло то мне короче свои проблемы с ю тубом поэтому попробую это именно сейчас что снимаю видео выйдет сегодня или нет или опять какие-то нюансы будут по каналу то есть у меня сейчас канал я так понял на рассмотрение у самого ю туба там написано что рассматривают они что-то там ну поэтому будем ждать когда рассмотрят я уже понял перед чем этот грубо говоря это остановка моего канала зачем что и как то есть все нормально все отлично просто надо время переждать сейчас у меня буквально час два три должен быть опорос потому что пошло уже молоко потом покажу сразу вам несколько опоросов но я думаю в следующем видео сейчас не буду говорить какие опоросы кто поросился что и как также мне писать мне спрашивали на забоях который вышел богдана на канале забой двух кабанов одновременно что это за свиньи это дюрки это мои дюрки а тех которых я покупал у знакомого мне писали это те которых ты покупал знакомых тех которых у знакомого я покупал трех штук тех уже давным-давно порезали это моей дюрки им там по моему в районе 7 месяцев или 6 половиной где-то так 2 мы завалили тех именно с той партии 2 еще дюрка есть кабасик и свинка это мы завалили то что кашляет и еще одну маленькую там ну небольшую у меня выбегает вот это в клетке постоянно одна свинка кнопка сейчас начат давай кнопка назад давай опа все есть надо поставить так вот эти поросята ну грубо говоря дюрок петрен но они своеобразные а то у меня порос был на днях сегодня купировал то у них хвостов ставить железо откусывать клыки будем сегодня там вообще один к одному петрен один в один петрен если даже я не понимал бы что такое петрен чистоте я бы подумал что это петра и также советую кто берет именно не часто спрашивают хрячка там с обычных поросят допустим машка у меня поросилась смашкиных поросят на хряка я не не продаю 2 3 4 5 породных вот этих не пойми что-то мешаные на хряков с них хороших поросят не будет хряк должен быть там мастер по тренде рок то есть ландрас ну что-то в чистоте нормальная если сам поросенок красивый то это необязательно что от него будут такие поросят а и это повторял сто раз и сейчас повторю поэтому я кастрирую кастрирую всех кабанчиков которые там трех-четырех породные гибрид ну я этих покатировал так как я заранее решил их себе оставить это хотя получается в чистоте патрон дюрок хороший на хряка но я их так как всех себе оставляю на мясо этих то я их пока стрела тогда сам по себе хрячок бы было неплохой кантри вообще идеально а те которые у меня ну в том сарае опорос там получается ну на вид один в один петра смотришь ну просто петра все уши такие фигура лысые блестят петра но тоже не чистый петра поэтому мне там писали на хряка можно у тебя купить я сказал что не на хряка такие не берут вот у меня получается с этого выводка двух метров забрали за доволи а это осталось двое дюрок у меня кабанчик кастрированный и свинка да это он свинка это кабанчик корейки есть они у меня пшеничные отходы те что я покупал и горох и ячминь я б не сказал что много едят вообще ну практически так не сильно вот такие друзья делали так что привезу металл привезу газик потом расскажу покажу по опоросам по металлу по ценовой политике по всем другом поэтому будь будете в курсе то есть не забывайте нажимать на колокольчик когда выходит видео вам сразу придет оповещание и будете видеть что я купил почем купил потому что я все цены по металлу именно начал рыться именно по металлу металл у нас там бы ушка 12 14 выше меня естественно это не устраивает поэтому нашел другой вариант все тогда всем пока